О Северном завозе, бюджете и о главном национальном празднике. На еженедельном совещании обсудили широкий спектр вопросов. Более 2,5 тысяч тонн или почти 40 процентов. Хозяйство округа продолжают заготовку корма. Синокосная страда в разгаре. Заказчик признался, а школа строится с нарушениями. Представители власти взяли ситуацию под строгий контроль. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Цепитова. Северный завоз проходит в плановом режиме. Активно ведется отгрузка в Оксе на Великовисочном и Тельвиске. Об этом на еженедельном совещании доложил генеральный директор Северожилкомсервиса Сергей Калашников. Обсудили и другие не менее важные вопросы. Алина Ваучейска с подробностями. Плановая работа над бюджетом 2016 года идет полным ходом. Главный экономист Ненинского округа заявил, что расходную часть окружной казны в следующем году планируют сократить на 15-20%. Доложил Владимир Бланк и о текущем исполнении бюджета 2015 года. Бюджет округа выполняется напряженно, но без судьбов для обеспечения финансирования пока без привлечения кредитных ресурсов. Также Владимир Бланк обратил внимание муниципалитетов на нарушение нормативов расходов на содержание госслужащих. В частности, это коснулось главы администрации Наринмара. Мэрия должна сократить количество муниципальных чиновников как минимум на 16 человек. Это требование до сих пор не выполнили, в связи с чем администрация региона приостановила предоставление межбюджетных трансфертов. О решении кадровых вопросов, а именно о задолженности по зарплате, доложила и руководитель Департамента здравоохранения, труда и соцзащиты населения Нина Эльсимяшкина. Напомню, задолженность перед работниками СПК «Колгуев», Наринмар-сейсморазведки и Наринмар-строя составила порядка 68 миллионов рублей. На сегодняшнюю дату Наринмар-сейсморазведка задолженность погасила. Ведь 819 работниками на общую сумму с трудами у нас тут уже 4 тысячи рублей. И позитивность, видите, в этом вопросе у нас есть. Наринмар-сстроя все куда сложнее, это признал и новый директор предприятия, которого, кстати, официально представили на оперативном совещании. Александр Князев вступил в должность 22 июля. В интервью нашему телеканалу он отметил, что задолженность по зарплате перед сотрудниками обязательно погасят, а затем займутся спасением предприятия. Мы имеем определенный план санации, но его нужно скорректировать по вновь отрывшимся обстоятельствам. Нужно провести полную ревизию и пока рано делать какие-то заявления. Мы намерены вывести ситуацию из кризиса. А вот правоохранители обеспокоены ростом преступности в регионе. По итогам первого полугодия количество убийств, грабежей, побоев и другого умышленного причинения вреда здоровью, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения увеличилось на почти 79%. Доля таких преступлений почти половиной превышает среднероссийский показатель на 17,7%. К примеру, по северо-западу эта цифра равна 28,5%, по России – 32%. Об этом доложил заместитель начальника окружной полиции Сергей Сахаров. Он обратился к представителям власти с рядом предложений. Вернуться к вопросу создания нормального учреждения по вытаселению граждан. И второе предложение – инициировать вопрос об измерении законодательства нескольких частей полного запрета продажи спиртных напитков, в том числе и предприятиями, организациями, осуществляющими услуги общественного питания, развлекательными заведениями в ночное время. Также в ходе еженедельного совещания обсудили ряд других важных вопросов. В частности, руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК доложил о подготовке к празднованию Дня оленя. На полгуев, в полном рейсе, а среди печатных серверов летает, и будут на полгуев для везда оленей. Кроме того, сотрудники департамента вместе с представителями других департаментов. Завершилось еженедельное оперативное совещание по традиции докладом глав муниципальных образований. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Также руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Олег Белак доложил о выполнении плана по кормозаготовке сено и сеножам. На сегодняшний день он приближается к 40-процентному показателю. Объем заготовленных кормов составляет 2736 тонн, в том числе сено 1350 тонн и сеножам 1386 тонн. По словам вице-губернатора, хозяйства увеличили темпы заготовки и стараются уложиться в ранее запланированный график работ. Последствия паводка и погодные условия вынудили сдвинуть сроки кормозаготовки. Напомню, в компании принимают участие 6 сельскохозяйственных организаций региона СПК «Харп», СПК «РК Заполярье» и «Сула», Омский животноводческий комплекс, Ненецкая агропромышленная компания и Великовисточный животноводческий комплекс. Выставить на продажу дары природы и плоды труда смогут хозяйства и жители округа уже осенью. Предложение о проведении осенних муниципальных ярмарок внесла на еженедельные планерки Наталья Кордакова. По словам председателя Окружного союза потребительских обществ, ярмарки – хорошее средство продвижения товаров местного производства. Также они позволяют оценить, какими ресурсами располагает округ. Ежегодно окружные предприятия и хозяйства принимают участие во всероссийских и региональных ярмарках. «Маргаритинская» в Архангельске и «Золотая осень» в Москве. Весной этого года в Ненецком округе впервые была проведена собственная сельскохозяйственная ярмарка. Вторая планируется в сентябре. Продолжение следует. Репортаж моего коллеги Олега Хатанзейского «Школьная жизнь», который вышел на нашем телеканале 14 июля, вызвал общественный резонанс. Напомним, материал посвящен новой школе в поселке Красное. Образовательное учреждение еще только строится, однако многие родители уже отказываются вести своих детей в новое здание. Жители поселка считают, что к возведению объекта подрядная организация «Леро» из города Архангельск подошла с халатностью. Вот некоторые фрагменты сюжета. Не боюсь. Боюсь от чего конкретно? Ну то, что упадет там что-нибудь. О недетской проблеме в поселке рассуждают даже будущие первоклашки. Однако больше всех обеспокоены родители учеников. Изольда Чебыкина мама пятерых детей в новой школе работала и поэтому видела, как ее строили. Школу строят вообще халтурно. Боимся детей в школу запускать. Вдруг крыша рухнет или там еще что-нибудь опасно. Надо комиссию созывать, чтобы осматривали. Говорят, что туда опасно работников, ой, детей вернее отдавать, сами работники, что рано или поздно там что-то обвалится. Заказчик объекта администрация Заполярного района от комментариев отказался. В управлении ЖКХ заявили, мы, мол, подрядчикам претензий не имеем. А вот у гострой жилнадзора вопросы накопились и к тем и другим. Инспекция во время строительства здания школы выявила сразу несколько нарушений. Многие до сих пор не устранены. Вот только одно из них. По результатам проверки составлен акт проверки, в котором зафиксировано, что на путях эвакуации в здании строящегося объекта «Школа на 300 мест в поселке Красное», а именно на лестничных клетках, радиаторы отопительной системы, выступающие из плоскости стены, размещены, как и ранее, на высоте менее двух метров. То есть общество не выполнило в установленный срок пункт 1 данного предписания. И сегодня об этом говорили на оперативном совещании. Заказчик объекта администрация Заполярного района, который ранее отказался нам что-либо комментировать, признался, школа строится с нарушениями. Представители власти данную ситуацию пообещали взять под строгий контроль. И на объекте строительства «Школа на 300 мест в Красное» были выявлены вступления от прессных решений, которые были согласованы с заказчиком. Напомню, школу в поселке Красное должны были возвести еще в декабре прошлого года, но процесс затянулся. Новые сроки – конец 15-го. Впрочем, если архангельская компания «Леру» не устранит все предписания и нарушения, открытие учебного заведения может затянуться как минимум еще на несколько месяцев. Другие школы региона тем временем к приему учеников практически готовы, а не на финишной прямой. Ремонты в основном текущие, во многих образовательных учреждениях подходят к концу. В Анзике школу уже обновили. В этом году первый звонок тому слышат три первоклассника. Откина на два больше. А всего за парты сядут 35 человек. День знаний учебное заведение старинного села тоже встретит в новом облике. Косметический ремонт сейчас и в школе Великовисочного. Капитальным зданием не нуждается. Объект построили сравнительно недавно. В Пешском сельсовете также продолжают готовиться к первому сентября. На территории муниципального образования у нас в 2015 году будут работать две школы. Это Верхняя Пеша и Нижняя Пеша. В Верхней Пеше у нас будет работать детский сад. Там в школу пойдут 4 человека всего только, а в Нижней Пеше 110 человек. Первый класс у нас в этом году планируется прийти 9 человек. Готовимся встречать. Занятия будут проходить ввиду отсутствия здания школы, здания интерната и здания детского сада. Начальная школа будет размещена. В регионе участились случаи краж. В зону риска попали велосипеды. Вверх по Печоре мой коллега сел на речной трамвайчик и по пути в Виску пообщался с сельскими пассажирами. Недетские кражи. Сотрудники полиции за сезон зафиксировали 16 угонов велосипедов. Как избежать неприятной потери, выясняла наша съемочная группа. Если вы едете на теплоходе, считайте, что вам повезло. Ведь бывает и так, что вместить всех желающих сюда транспортной компании просто не могут. Повезло на этот раз и нашей съемочной группе. Мой коллега Олег Итанзейский преодолел все особенности водного круиза по Ненецке. Двигатель теплохода работает на средних оборотах. Все показатели в норме. Топливный бак заполнен до краев. Его объем 3000 литров. Этого хватит на несколько сотен километров. Пустозерск держит курс на северо-запад Ненецкого округа. Отправная точка Наринмар. Впереди несколько остановок. Макарова, Оксина, Хангурей и Каменка. Конечный пункт одной из старейших стел региона. Виска. Путь предстоит долгий. Несколько часов. Пассажиры, впрочем, здесь терпеливые. Привыкли. С собой все необходимое. Еда, газеты и теплые вещи. Этим людям, кстати, сегодня повезло. В салоне остались свободные места. А значит, можно провести купленное в городе хозяйство. Вот теплоход причаливает к Оксина. Часть пассажиров спускается на берег. Впереди еще 60 километров. Скорость теплохода не больше 15 километров в час. Из Наринмара до Великовисочного он добирается примерно за 8 часов. Столько же времени летит самолет из Москвы в Нью-Йорк. Но пассажиры теплохода на неудобства не жалуются. Вы только посмотрите, какой кругом пейзаж. Печора и бескрайняя Ненецкая тундра. А, кстати, комаров здесь нет. Дмитрий Шальков на теплоходах ходит не часто. Максимум два раза в год. На этот раз сопровождает свою сестру. Недавно ей сделали операцию. За билет пенсионер не платил. Он ветеран труда, поэтому ему положен бесплатный проезд. Тем, кто не претендует на данную льготу, чтобы получить билет, зачастую нужно простоять многочасовую очередь. В итоге на борт попадают не все. Вчера я сам убедился. Хотела попасть в виску. Она с виски. Не могла. А быстроходный там еще немного людей берет. Все осталось. И, наверное, не поехала, потому что сегодня ее нет. А вчера она не попала. Наверное, осталось. Настроение испортилось. Всем это не нравится. Вместимость Пустозерска всего 38 человек. Однако желающих попасть на теплоход гораздо больше. Но больше не берут. 38 человек посадочные. Все. Это большое нарушение. Раньше больше двигатель работал. Чаще ходили. Были по 6 рейсов. Мы ходили вверх только на Лабожское. А сейчас года 3 уже как сделали. Два рейса только. В понедельник до Тошвистки мы идем. И четверг до Лабожска и обратно. Федор Чернега, капитан Пустозерска, с его основания. Теплоход собирали в Белоруссии. Там же Юрия Россихина и Исавей. То есть, по сути, все три пассажирских судна – это близнецы. Один завод-изготовитель, один год выпуска, одинаковые технические возможности. Этот теплоход младше меня всего на два года, а мне 23. Для пассажирского судна возраст уже преклонный. Они плавают максимум 25 лет, затем их ждет списание. Но личный состав уверен – Пустозерск прослужит дольше положенного. Ведь его делали, что называется, на совесть. Последние несколько лет за навигацию Пустозерск нарабатывает около тысячи часов. Раньше этот показатель превышал в разе. Теперь не позволяет возраст. А списание теплохода речи пока не идет. Менять не на что. Из года в год обращают быстроходные, а откуда они? Нету. Северная транспортная компания, которой принадлежат пассажирские теплоходы, ждут подкрепления. Новое судно уже куплено, однако, когда оно выйдет в первый рейс – неизвестно. Современный катер до сих пор не зарегистрирован, но и он не решит проблему окончательно. Поэтому пассажирам и дальше придется бороться за заветное место на стареньком теплоходе. Олег Танзийский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Одна из примет наступившего лета в любом городе – велосипедисты. Другая примета – кража велосипедов. Валентина Чибичек узнала у сотрудника полиции, как защитить железного коня от угона. Сергей Николаевич – подполковник полиции. Уже 13 лет он работает с детьми и подростками. С теми, кто не прочь взять чужой велосипед и прокатиться. Каждую неделю к нам приходят и пишут заявления граждане, что у них пропал велосипед. И в основном, как я еще хочу раз повториться, что велосипеды, они сами халатно относятся к своему имуществу и оставляют в доступном месте. С начала весны, когда на улицу вышли первые велосипедисты, в полицию поступило 16 заявлений об угоне. По словам подполковника, расследование по таким заявлениям проводят каждое лето. Большая часть угнанного транспорта возвращается. Так что опыта сотрудникам полиции не занимать. А почему люди продолжают оставлять на виду свое имущество, они понять не могут. По статистике ОМВД чаще всего пропадают велосипеды, оставленные в подъезде и у подъездов. Набродушные хозяева оставляют их неприкованными и лишаются своих железных коней. Молодой человек, это ваш велосипед? Угнать ваши транспортные средства могут даже в дневное время. Наринмарские угонщики – это подростки и дети. Угнанные велосипеды они используют как игрушку, покатаются и бросают в другом конце города. Не продают, не разбирают на запчасти. Угона можно избежать. Сегодня на рынке велосипедов существует большой ассортимент защитных средств. Кража велосипедов, как и любого имущества, уголовно наказуема. На прошедшем заседании расширенной коллегии ОМВД озвучили статистику – половина всех уголовно наказуемых преступлений против собственности. В данной ситуации, как уже неоднократно говорилось, мы отмечаем высокую степень вективного поведения потерпевших, отставляющих свое имущество без присмотра на улицах, в подъездах и иных общественных местах. Учитывая сезонность некоторых видов краж, в управлении были организованы и проведены специальные профилактические мероприятия, ориентированные в большей мере на жителей округа, халатно относящихся к сохранности своего имущества. Регулярно Управление внутренних дел выпускает брошюры, в бюллетене размещает объявления в подъездах жилых домов и средствах массовой информации. Несмотря на это, велосипеды продолжают пропадать. Если с вами случилась такая история, нужно незамедлительно написать заявление в полиции, а лучше внимательно следить за своим добром. В столице региона наконец появилось цветочное убранство. Долгожданные клумбы с цветами появились возле городских памятников зданий администрации, окружной больницы, городской библиотеки, ЗАГСа и других учреждений. В Наринмаре появились признаки лета. Радует глаз горожан долгожданные яркие саженцы на клумбах. Город наконец приобрел цветочное убранство. Долгожданные клумбы с цветами появились возле городских памятников зданий администрации Нинского округа и Наринмара, окружной больницы, городской библиотеки, ЗАГСа и других учреждений. Несмотря на то, что на календаре уже конец июля, цветы еще долго будут радовать глаз горожан. И даже главные осенние праздники, День нефтяника и День города Наринмар встретят красивым. Это были новости от наших корреспондентов. Напомню, телеканал «Север» вы можете смотреть в пакете НТВ+, Триколор, кабельном вещании и в IP-телевидении НКС, а также в режиме онлайн на сайте trksever.ru. Далее прогноз погоды.